Вечному миру настоящий гигрометр, который не до 40 градусов, до 70 градусов. Ваш гигрометр просто сломается. Почему? Да потому что 70 градусов. Секундочку. Вот эти у меня до 100 градусов. Это раз. Маловато. Да. А во-вторых, там где маловато, это называется уже старевар и огневеты. Это уже совсем другая тема. Здравствуйте. Рад приветствовать. На Иркутской земле я прилетел издалека, из Москвы. Вторая ежегодная конференция печеньков Сибири. Очень гордо звучит. Мне понравилось. Доклан я посвящаю Лодыжинскому и Ермолаеву. Обоих нет сегодня с нами. Но я все время думаю. Лодыжинский... Вот он сидит. Богит. Богит в сауне Финляндии, защищая Россию. Цвета нашего флага. Это заслуженный мастер спорта. 62 года. Он решил пересидеть четырехкратного чемпиона Тима Кауканина. И вот эти раз, два и три. Три однократных чемпиона вышли на третьей минуте. А Тима Кауканин стал дергаться на шестой минуте. Лодыжинский сидит. Ну и в результате, когда их уже прервали, вынесли их. Кауканин остался инвалидом, а Лодыжинский погиб. Вот я этот момент думаю. Ну и Ермолаев, с которым я много ездил по объектам. С Куриным ездил по объектам. Ездил с ним в Питер. На озеро, где он делал вот эту печь. Сталькохлорития. Печь-стена. А Терехов, он с нами жив. Это напарник Ермолаева. Вот я общаюсь сейчас с ним. У нас, кто я о себе, два слова скажу. Я инженер-физик. И когда-то с Куриным в 2007 году познакомился на выставке на ВДНХ. И он пригласил, он печник. Я узнал, что он печник. Там выставка была в бане и печи. Он меня пригласил в гильдию печников. Тогда председатель был Быков. Но я думаю, ну печники, печники. Я как бы забыл про эту просьбу. Потом снова мы встретились в Крокусе. Снова он пригласил. И когда я пришел, три года подряд я ни одного заседания не пропустил. Я специально проектор купил, чтобы показывать слайды, чтобы не на пальцах вот это рассказывать. И все заседания, во-первых, посещал, во-вторых, кое-когда выступал. В 2012 году произошло разделение. Часть печников ушли из этой гильдии, в том числе и Ермолаев. Потому что Русская Академия Ремесел пригласила часть печников, чтобы курсы вести для молодых печников. А другая часть осталась. Говорит, мы свои секреты никому рассказывать не будем. И вот это новое, которое образовалось, из курсантов, по сути дела, назвали Союз специалистов баней-печей. Это как бы юридическое название. А по-простому гильдия печников и банщиков. Потому что, если сказать гильдия печников, бренд нарушается. Прежний. Тогда и действительно большую часть стала играть именно в банные печи. Они гораздо сложнее по конструкции. Ну и вот с Куриным я много ездил по объектам. Ложи. Да, был такой момент, когда в Питере там делали высокопоставленному человеку баню, а она у него лопнула вот эта ложа его. Тогда он звонит своему сыну в Москву и говорит Иван, сейчас к тебе приедут. Через полчаса приехали, забрали ложе и отправили в Питер. Ну вот вот это все как бы я наблюдал в разных местах. Вот этот банный остров, да, мы назвали парилку с 2009 года по моей инициативе из подачи одного песняка поставили парилку на ВДНХ. И когда нас пригласили в павильон, уже там организаторы выставки баня-сад-огород и нам давали место, то я говорю, ну как-то мы не в ряду должны стоять, а отдельно должны стоять. Они тогда говорят, ну тогда остров вам дадим. И так получилось название банный остров. Мы обсудили у себя Василий Ляхов, еще как-то так и пошло проект банный остров с 2009 года. Вот ставим вот это вот парилка стоит, в ней Кочурин парит вот девочку, Кочурин из Липецка, тоже печни, конференция проводится, оно и поехало. Значит, в банном деле я человек такой по натуре, да, что если мне что-то не нравится, да, я хочу изменить это, критически отношусь. Вот, например, мне не понравился вот этот велосипед, я сделал свой велосипед. Друзья говорят, давай запатентуй, я его запатентовал, патент получил. Вот примерно такой же подход у меня, идет к этим к банным кичам и дальше я втянулся в физиологию человека. Вот четыре пункта, по которым мне не понравилось мнение физиологов. Недавно я об этом сказал, когда меня поправили не физиологи, а физиологи. И получается биолог есть, биолог, физиолог есть и так далее. Много таких оказывается в науке, потому что сейчас я хожу на собрание клуб изобретателей, там люди критически мыслят, и вот они тоже, ну, у меня как-то похожий образ мыслей. И вот они так и назвали. А оказалось, да, действительно, кое-что можно немножко изменить, вот, и жить становится совсем по-другому. значит, вот есть картина 1500 год. Чудо показывает, один показывает чудо, остальные смотрят на это чудо, кроме одного. Этот человек сидит и думает, а что происходит? Критически относится, Фома не верующий. Любимый, говорят, ученик Христа. Вот с его точки зрения и будем оценивать все, что делается в банном печном мире. Тестировали баню в Дресне, в Подмосковье. Посмотрите, какие черные стены. Разве это оздоровительное место? Здесь копоть на стенах. вот, прибор висит. Смотрите, вот здесь, это Соколиная гора в Москве. 120 и зашкалило. По моему термометру было 130. Стены черные. Причем я там всех выгоняют, чтобы когда готовят парилку, а я не выхожу, меня выгоняют. Я говорю, ну а что, я мешаю, что ли, я посмотрю, что вы делаете. Они взяли отвар, они молитву прочитали над тазиком с отваром и потом стали поливать. А до этого он ходил и тряпкой протирал вот эти полки, тряпка грязная становилась, и он говорит, я не хочу вот этим дышать. А после этого вот этим отваром они стали поддавать, и опять полки стали такие. Как это назвать такое? что ему это не нравится, но он это же и делает. И я сюда летел, да, тысячи верст преодолевал, и думаю, что я буду опять хвалить легкий пар? без меня уже очень много говорят оды, бани произносят, а у меня наболело. Печники сами заставили меня поставить вопросы совершенно по-другому. Вот я печи не строю, легкий пар не прою, поэтому на этом не зарабатываю и приукрашивать мне это дело совершенно ни к чему. термогидропроцедуры, как назвал их Бирюков, я активно использую. Термогидропроцедуры, это зашел в варилку или погрузился в ванну по-японски, прогрел себя, человек надо нагреть всего на один-полтора градуса мы нагреваемся. Я все время с термометром хожу, подмышка или термометр, или смотрю, что в литературе написано один-полтора градуса. А мы говорим о 700 градусах, чтобы надо накалить камни, чтобы получить легкий парк. Представляете масштабы? Подмена понятий и забалтывание темы получается. То есть термогидропроцедуры мы нагреваем человека, ну, грубо говоря, на один градус. По меркам физиологов это лихорадочное состояние. Это турборежим для организма. ну, и вот мой опыт какой. Ноябрь 2020 год запершил вы у меня в горле. Я погрел в этот день дважды над кипящим, над кипятком. На следующий день опять першит в горле. Я снова погрел над кипятком. Жена говорит, какая температура у тебя? Я по меру температуры 38,3. Вообще говоря, пандемия идет, я думаю, и у меня организм зацепился и инфекция токсины свои дает, а токсины они в организме, они у нас две системы выделения через почки и через кожу. Через кожу говорят, вот идет это для охлаждения, для терморегуляции. Уважаемый Александр Валентинович это сказал. То есть терморегуляция хорошая, если может потеет. Для меня через кожу это система выделения. И они разные. В турборежиме мы выделяем через кожу коротким путем. Это Мигулин академик сказал. А когда мы вот в покое сейчас, у нас цедится рабочая жидкость через почки. С экономией жидкости. Называется реабсорбция. Там возвращается 90% жидкости и обратно возвращается. И моча концентрированная. 30 грамм на литр. Вот эта вода, как вы думаете, сколько минерализация? 120. Правильно. Байкальского. А знаете сколько в Неве? В Ванежском озере? В Ванежском 20 миллиграмм. В Неве 60 миллиграмм. Я везде езжу и проверяю. Где какая это? На Байкале 120. Это нечистая вода вообще. На самом деле Википедия маленько тут заблуждается. Да. Да. Может быть. Так вот возвращаясь к моему опыту. 38,3 температуры накопились токсины уже за 2-3 дня. Я не знаю какой инкубационный период там. Я наливаю ванну 42-43 градуса. Погружаюсь термометром под мышкой. Температура тела поднимается 39,7 градусов. На следующий день у меня температура упала до 37, а еще через день 36,6. Это вот этот ноябрь. Дальше второй опыт. Январь 2022. Я недавно вышел с карантина, получил QR-код. жесткий 4 дня болело горло. Кого-то кинжал в него воткнули. Причем на вот этом собрании изобретателей 5 человек заболело сразу после этого собрания. А тот, который эти 5 обзвонил, он говорит, в госпитале лежали, сам председатель Малыхин в госпитале, вот эти Евгения, который мне про это сказал, он еще обзвонил, говорит, и другие заболели, но как бы я их не знаю, опять точно заболели, то есть эпидемия идет, опять мой вот этот опыт какой, я в ванну, температура та же самая, 38,5 примерно, я пошел к врачу, меня сразу зацепили, экспресс-тест сделали, он положительный, и ПЦР сделали, а если положительный экспресс, я уже сижу и жду врача, там, в течение часа я ждал дежурного врача, меня тут же подписали на две недели карантина, ну, я думаю, я уже подписываю, не глядя все это, на следующий день смс-ка приходит, ПЦР отрицательный, но температура есть, обоняние не пропало, написали коронавирус, ну, написали, написали, подписали на домашний арест, подписали, по обещанию ЦР это, QR-код сделать, хорошо, проезд у меня восстановился по социальной карте, опять я в ванну залез, опять то же самое получилось, на следующий день температура упала, 4 дня жестких было горло, ну, совершенно не мое было, а потом пошло на спад, и еще неделя восстановления было, то есть, я к термогидропроцедурам отношусь, очень положительно, и очень в них верю, но без сказок о 700 градусах и легкого пара, на 1 градус я себя нагреваю, и этого достаточно, теперь, какие проблемы миссуразы и огрехи в банопечном деле, это я сидел в самолете, вот это набирал, ну, вручную на телефоне, сейчас на экране мне вот помогли сделать, МЧС говорит, сгораемые конструкции не нагревать более 50 градусов, а мы нагреваем легко до 100 градусов в бане, обсуждал это в Камье, Серегин, Кириллов присутствовали к царству ему небесное, баня получается вне закона, МЧС, и это звучало о прошлой новгородском печи, и поэтому 80 процентов, 80 процентов всех пожаров в бане, 80 процентов пожаров от бани происходит, она у нас, мало того, что вне закона, она вообще, но беспризорная, дальше, в организме, в бане, в парилке мало кислорода, знаете, да, об этом, оказывается, катастрофически мало, когда воздух расширяется, мы теряем на вдохе плотность, это как будто мы в горы залезли, пар подали, еще потеряли кислород, а что получается в печи, когда мало кислорода, сажа образуется, то же самое в организме образуется сажа, поэтому кислород обязательно, я сейчас веду проект с одним дотошным таким заказчиком, и вот мы ему даем второй воздух для дыхания человека, впарилку воздух и так далее, то есть дотошно по миллиметрам я расписываю, где куда подавать воздух, перегрев в бане, гипертермия, лихорадочное состояние, обезвоживание, все знают, что после баню, парилки, мочи мало, она шла через пот, а тогда люди говорят, а я пью чай, мне это не страшно, я один раз пошел на у нас центр здоровья есть, меня прибором МИДАС, БИОМИДАС, который сканирует человека импульсами, врач смотрит и говорит, странно, свободной воды в организме много, а клетки обезвожены, то есть то, что мы выпиваем во время, до клеток доходит на следующий день только, и в это время кровь опасно сгущается, это мне кофаром говорил, угар и копоть на вдохе, об этом все взор 200 лет назад говорил, нагрузка на сердце, я пришел в баню, лег на полу, никого не трогаю, ничего не делаю, а сердце ускоряет ритм, почему? нагрев общие слова, почему? ну и что, что нагрев, а почему сердце ускоряет ритм? ну вот, понимаете, почему ускоряет сердце? просто нагрев, температура, ну и что, я же не делаю из работы? ну, обсудим, дальше, пятна на коже, некоторые говорят, о, появились пятна, я хорошо попарился, на самом деле спазм капилляров, антисанитария, полков и веников, одним и тем же веником человек десять парит, в Европе это запрещено, там вообще не касаются человека, в Лефортово на прошлой неделе, молодые ребята, мат-перемат, Ермолай всегда говорил, закройте ротик, не пугайте пар, иначе пар уйдет, а эти японцы показывали, они брали стакан воды, один благодарили стакан, а другой ругали, якобы кристаллы по-разному вырастали, там много примеров таких, музыку включали, рок-музыку, баху включали, и кристаллы разные, снежинки разные получались, я в это не очень верю, потому что не понимаю, как они это все делали, но это наводит на мысль, что если вот этот мат-перемат, то у меня в голове, мы на 60% из воды состоим, кристаллы по-другому вырастают, и действительно последний раз, когда я править сказал одному парню, а он потом объявил ему, как в Соколиной горе говорят, закройте ротик, дышите через нос, прекратился мат, совсем другое, потому что мозг нагретый, он по-другому, это сакральное место, там нельзя допускать этого, теперь разрушение печи, постоянно наблюдая разрушение печи, почему, потому что обывателю в бытовые условия поставили промышленную колебную печь, это все равно, что вам, да, вместо легковой машины самосвал дать, и чтобы вы ездили по своим делам, или металлическую печь, это на мотоцикл вас посадили, на скоростной, совсем не то, что надо обывателю, обывателю надо мягкую печь, с не такими термонапрягом, который там 700 градусов, 1000 градусов, все должно быть, ну, бытовые условия, теперь, в огромных парилках утром нагрета парилка, а народу нету, это я в Екатеринбурге наблюдал, в Сандунах то же самое, в Курске сделали пять небольших парилок, с утра одну затопили, в обед вторую, к вечеру в часы пик, все пять работают, вот это разумный подход, а тут хотят сделать как в Сандунах, в Сандунах цене другой, и вот эту нерентабельность они компенсируют ценникам, перекал трубы огонь на крыше, мне, мои знакомые, все время присылают фотографии, в которых не сажа горит, а выбрасывается прямо факел, факел идет, причем в новых печах, не там, где засажено, там, и возгорание, термофоровские печи, вот правильно говорил, Валентинович, КПТ мизерный, но производитель, вот ВВД и КТМ, они сделали дымоходы жаростойкие, вместо того, чтобы лечить саму печь, КПТ лечить, они лечат дымоходы, ну, елки-палки, классные у них печи, но надо бы печь вылечить, голова в жаре, ноги в прохладе, это по-русски, у японцев наоборот, тело в жаре, голова в прохладе, вот этот подход мне нравится. В парилке и надо, собственно говоря, не так мы в пирюке, да, лежать надо, я всегда ноги поднимаю, надо лечь, и мой принцип какой, когда я ем, у меня спрашивают, как вкусно, я отвечаю, съедобно и полезно, питательно, вот два, да, принципа, а голодному все вкусно. Когда голодный человек, вот недавно угощали черствым хлебом, отлично, потому что я проголодался. Вкусно, невкусно, это капризы. самое ответственное, вот сейчас я летел, да, самое ответственное место, это посадка во всем процессе. И парашютист, я сам парашютист, мастер спорта, я знаю, одно дело, парашют уложил, выпрыгнул, а приземлиться были проблемы у меня, и головой бился до сотрясения, и ноги калечил. То есть, в медицине есть принцип не навреди, вот то же самое в бане. Все красиво, хорошо сделали, но надо не навредить. также посадить в самолет, приземлиться в конце, чтобы было без проблем. Вот копоть в парилке Петров, Коля Питерский, многие знают его, банщик знаменитый. Вот эта фотография мне нравится, действия термогидропроцедуры. Человек напарился. Опять копоть. Это все мои фотографии. Это в янских банях. А вот эта копоть, этим же мы дышим, и в легких такая же копоть. Песок на полках сыпется. В августе месяце я в Аносино под Москвой был, и мне хозяин бани показывает. Меня на консультацию пригласил. Оттуда выбрасывается песок. Каменька. Каменька, да, вот прямого нагрева, самое модное. Я даже на авиамоторной, там электропечи стоят. Знаменитая парилка была, когда все банное, это, ходило туда, на авиамоторную. москвичи это знают. Иногда я вот так чувствую, на зубах хрустит песок. Казалось бы, на электропечь, там. Раньше я не обращал внимания, ну, хрустит, хрустит. А сколько я накажется, сколько вот так песок чувствовал. Угорел я, Ермолаев, знаменитый печник. Я, знаменитый пользователь, и еще двое, сам печник, который клал эту печь, и Арадай. Он, это, физкультурный институт закончил, и очень чувствительен к недостатку кислорода. И вот мы, четверо взрослых людей, у меня угорели, у меня 4 дня болел, 4 часа болела голова. После банишка? Да, вот мы вышли после процедуры, это было второй раз. Вот, Валентиныч не сказал про еще одну баню, Инипи, у меня будет дальше фото, Инипи в Красной Поляне, у Ларкина и у Татьяны его, они сейчас разошли. И вот, в этой Инипи я тоже угорел, а мне процедуру индийскую демонстрировали. Там камни вот эти накаленные были, и по этим камням мокрым, мятным, этой, как называется трава, горькая, полын, полынным веником хлистали по этим камням, подымался якобы пар такой, на самом деле, и угар подымался. Жестко болела голова у меня после этого. Полын, она ядовитая? Да. Там много этих процедов ядовитых. Да даже угарного газа СО достаточно. Когда я говорил, мы четко угорели, у меня в руках был датчик, он показывал опасное состояние, превышение ПДК, а мы ничего не чувствуем, думаем, проскочим. У четверых болела голова. Полын, ядовитая? Да. Ну вот это Игипи, где я и угорел. Красиво выглядит. Вот проводит она процедуру. Вот по этим камням хлещет веником. Это Ларкин сидит, это я. Ну, вот Татьяна, да, она проводила эту процедуру. Психолог. А вот хлещет круглый, да. Теперь я хотел бы сменить немножко тему. Это вот курдная печь, да? Ну, это вот это, шатровая такая. Шалашовая. Да, шалашовая. Тимаскаля она же, но ее Игипи в разных местах называем. Ты бы в танцы входил. подговорим и подсыпал в танцы. Все. Мне очень понравилось, ну, в интернете я тоже хожу, как и все, Платон сказал, что бани строить обязанность государства. Почему? Потому что, да, действительно, мы там потеем. Потение это вывод, вывод, да, я называю это так, рабочей жидкости, там и полезно выходит, и отработан, отработка выводит. А смочу через почки это другой канал, в покое который. То есть, вообще говоря, туалеты и бани должны быть бесплатны, потому что это нужда человека. Так они строили все римские, это вот эти патрицы. Да. Я считал, баню построить больше, чем... Ну, в моем поле зрения были все печи, которые производят. Ну, хочу вот отметить Гудимов, Сергей, печник, он оттуда из-под Сочи построил много бань и по-черному усадьба ванной в Москве. У себя на даче он сидит в ванне. Меркис тоже, кстати, строил многотонные печи. 20 тонн, 25 тонн я в Уфо съездил, тестировал ее, в Махачкалу ездил. У себя на даче у него металлическая печь. Ну, вот она скоропарочка. А вот эта Петрозаводская выпускалась еще раньше. Там тоже бак с водой вокруг печи вместо экрана. По этому принципу Куценко в Одессе сделал свою аквупечь. Керамическая печь мне очень нравится, подогрев стен. Об этом тоже говорил. Можно греть этим электричеством, но Балыкин меня убедил, что лучше греть водой. Вот печь ферингер со щитком. Специально ездил на Ладогу, поехал я к нему лет 10 назад, когда он на форуме в Русбане пошел разговор о щитках, я специально поехал с ним пообщаться, у меня на сайте, на сайте горнила. Страничка это есть и мои ощущения, опыт, как меня потом как бы упрекали, что металлическая печь, особенно вот эта, она с верхним горением, она якобы сама достаточна. Но вот я сначала в 2004 году на Русбане говорю, давайте организуем лабораторию тестирования, а я уже по чуть-чуть стал тестировать. пирометр, гигрометр у меня был. Тишина в ответ. Но прошло лет пять, Русбар организовал лабораторию, московский Русбар. Меня пригласили за влабом. И мы вместе ездили, они, значит, аппаратуру купили вплоть до термовизора, а потом я делал отчеты. То же самое я делал в своей газодинамике, когда работал на космос, проводил большие расчеты, получал материалы, писал статью, делал анализ, и потом, как бы у нас коллектив образовался, ну, такая лаборатория небольшая, уже я ставил задачу, корректировал программу, люди считали, и потом я анализ сделал. Вот примерно тоже в лаборатории Русбара получилось у нас. Но много здесь интересных печей, да. Вот это Скоропарка. В 2011 году я ее протестировал первый раз, опытный образец. Как бы воспринял ее, а потом все больше и больше, а года 3-4 назад Бессонов поставил Скоропарку на Баняфесте под Ногинском, я в ней ночевал 4, в этой паринке ночевал 4 дня. Потому что многие говорят, да там слякоть получается, сырость и так далее. Где молонапар дает и все сыреет. Нет. Закончили процедуру в 9 вечера, в 10 она уже сухая. То есть нормально Скоропарка работает. И вот этот принцип бойлера, где кипит вода, а потом она перегревается до 400 градусов, мне очень понравится. А сейчас много пароперегревателей появилось. Особенно последний в прошлом году Гилев из Тольятти демонстрировал паровар. Создатель там Менчанин и из-под Челябинска Максим. На дымоход вешают этот паровар, снимает 200 градусов. А может даже около 300 градусов. Снимает температуру с дымохода. То есть КПД увеличивается, опасность пожара уменьшается. Пар мы получаем с первой минуты прогрева парилки. Это очень важно. Потому что любой печью мы на сухую прогреваем. Дерево высыхает до звона. И потом начинаем поддавать. Пар уходит в дерево. Час проходит, два проходят и только дерево начинает насыщаться. Я всегда делаю как. Зашел в парилку, допустим, 60 градусов обливают стены. Они мгновенно высыхают. Я второй раз обливаю, третий раз обливаю. И через полчаса, а при этом пар получается, но стены высыхают. И лишь через полчаса насыщение происходит. Три дня назад в отраде мы с этого и начали. Я смотрю банщик, раз облил стены. Причем таким распылителем. Не просто обливает и все стекает. распылитель получается. И вот это по сути дела из шланга идет пыль водяная. Туман водяной идет. И он тут же испаряется. вот скоробаркой и все бойлер-пичи последующие которые надо делать, они с первой минуты начинают давать пар, прогревать парилку паром, а пар переносит больше энергии, потому что это трехатомная молекула, у нее теплоемкость больше, и при конденсате она отдает фазовый переход еще, то есть гораздо эффективнее прогревать паром, а не сухим воздухом. Ну, пойдем дальше. Да, ну вот здесь тоже схема вот этих уже про это говорили. Мне понравилось выражение не просто сказать прямо точка, а печь с прямым факелом, печь вот это с диагональным факелом, печь с обращенным факелом. Спасибо, Александр Валентинович, хороший термин. так, а теперь, да, вот этот список, это я назвал их свидетели, то есть не мои выдумки, то, о чем я говорю, а экспедиция была с Месовым, вот бани по-черному мы тестировали, бани по-серному, вот этот сажа и так далее. Житомирский банщик, он готовит печь, вот он приходит к клиенту, у него печь по-серому, и он ее готовит пять часов, и потом парит человека, так если печь на дровах, столько грязи из нее выходит, если она по-серому, в Сандунах-то на газу она, и там якобы не очень это заметно, но на дровах это грязь сплошная, золу надо вычистить, все летит, шабунин, отделка парных, удар по физио, голова болит после бани, это один из клиентов мне сказал, а почему вот я заказал красивую печь, там мерки с ее сложил, фотография будет, почему у меня после бани голова болит, хорошие деньги он платит за нее, львов архитектор 1799 год тогда предложил парогенератор, Сюзо говорил о легком паре без угара и копоти, тогда еще была проблема, прошло более 200 лет, а проблема осталась, решением, вот он на ютубе есть, раскаленный чугун в бане, он поехал в Красную Поляну ремонтировать печь и подглядел эксперимент, простынь повесили, поддавали пар и смотрят, что на простыни оседают, а там чешуйки чугуна, а стали делать этот эксперимент по жалобе одного клиента, у которого врачи нашли легкие чешуйки чугуна, детали я не знаю, может быть там по-другому это говорится, но проблема есть, что из вот этих печей по-серому прямым накалом вылетает грязь. Гилёв, собственник завода в Тольятти пары жар выпускает, он взял 10 материалов, 10 камней разных, габрадиабаз, нефрит, чугун, фарфор, 10 штук, все они раскалываются от всех летит песок. Ну вот, я говорил это, что производят трубы с воздушным охлаждением, пожаробезопасность увеличивается, но проблема остается низкого КПД, буржуйки. Обязательно щитки. Изи Стим в инструкции пишет, знаменитая фирма выпускает печи, если у вас появился пар с запахом, поменяйте камни. Но еще посмотреть, что вы сварные, потому что бывают фрады. МЧС, статистика, 80% пожаров от бани. на всем этом фоне что делать? Бойлер печи для многих это экзотика, это еще вообще пройдет 50 лет, может быть, в умы засядет, но уже начал. Валентинович сделал бойлер печи. А что остальные? Сидят на накалпичах. В накалпичах по серому грязь. А если по белому каменка, то есть с бункером, никто не любит это делать, потому что корежит бункер. Русауну Шалагин, Петров вот делают, Нурдинов стакан делают. Все деформируется, все корежится. Когда Хрусталев печенник, я давно за ним наблюдаю, можно сделать каменку, наверное, здесь есть. Сейчас я, вот. Просто на плите лежат камни, но слабо прогревается камень. Слабо. Тогда заключают это в бункер, в бочку. Нагревается сильнее, но бункер прогорает и демонтировать тяжело его. тогда вот Хрусталев придумал вот эту печь, я ее назвал от буквы Х, Хрусталев. Но еще американцы любят буквой П, X-Space, например, там у Манса, X-Treme, где он, эксклюзив. Вот печь получается такая, Х-печь я ее назвал условно и он ее реализовал, да, я за ним 10 лет наблюдал, дальше я покажу, он реализовал в окране, три дня назад мы были, обсуждали это дело и для меня печники разделились на три класса. Одни делают как для себя, творчески подходят, подчиняясь голосу, внутреннего голоса. Другие делают как скажет заказчик. Вот это. Как заказчик скажет, так и будем делать. Потому что это заработок. Третьи долго говорят о легком баре, об испарении хлопком, о 700 градусов и продают свое изделие уже такое брендовое. Ну, заработок нет заработок. Я говорил, что я печи, я легкий пар не продаю, я на этом не зарабатываю, поэтому мне можно и не хвалить его. И вообще, что такое легкий пар я не понимаю. Потому что я беру термометр, гигрон, и замер делаю. Если есть насыщенный пар, то он есть просто пар, да? Да, парни, а еще говорят мелкодисперсный пар. Пар это что такое? Молекулы H2O. У них дисперсии нет. Они все одинаковые по размеру. Потому что дисперсия это распределение по размеру. Дисперсия может быть у тумана. Мелкодисперсная пара это туман. Как гулянт. да, вот что такое. Ну, вот эти мои фотографии. Видите, как разрушается чугун? Это Нурдиновский стакан, да? Нет, нет, это у него стакан насквозь, а это другой, это мне этот, Хрусталев показал стакан. Вот этот огонь, это тоже, я наблюдал вот это все, и не просто сажа горит. Это прямо точка с прямым факелом. вот этот факел погасили тем, что два мешка керамзита засыпали сверху в этот дымоход. И фильтрация погасила искры. Искрогаситель нужен, по сути. Вот, а этот Хрусталев предложил вот такие ванночки, то есть вместо флиты он делает ванночку, которая погружена в вон. И дальше смотрим, как это работает. Вот парилка в отраде. Отрада это конно-спортивный конкурс, он есть. Описание самой парилок нету, там вам блюдо есть, мебель, кресло есть, а самой описание печи нету. Вот как она выглядит. На стадии монтажа раз, два, три, четыре, четыре вот такие ванночки. Сверху навалена вот эта куча камней. Спрашивается, да, открытая или закрытая ткань? Открытая, сверху. Открытая, но вот эта гора камней закрывает ее, и получается свойство закрытой, то есть она не перегревает парилку. Понимаете? комбинация мне вчера водлив звонит или позавчера и говорит, какая лучше, открытая или закрытая? А вот это получается, она с одной стороны открытая, но не перегревает парилку, как закрытая. Одеяло такое. И вот там воронка установлена наверху, но можно и без воронки. Я поливаю камни, сверху камни примерно 100-150 градусов. Внизу там 500 градусов. Высокая температура нужна не для получения легкого пара, а для аккумуляции тепла, потому что тепло аккумулируется в массе и в температуре. Произведение их дает нам энергию. Вот устройство то же самое, четыре ванночки, вид сверху огонь вот так идет, и вот здесь щиток, вот в этой части щиток, вот вид сбоку. Ванночки вот так висят, они углублены, ну и вот сама ванночка. То есть она, да, через три месяца прогорела, три ванночки прогорели, чугунные. И тогда он задумался, он говорит, я не металлург, я не знаю, как устроен состав, там, чугуна и так далее, они решили отжигать. Есть такая процедура еще, нагреть ее и плавно остудить, чтобы снять внутреннее напряжение, тогда она меньше будет трескаться. поменяли поменяли ванночки, прошло полгода, ревизию будем делать бедом. Уронить, чугун, то есть, по сути, дело. Да, уронить, да, хорошие слова. Теперь предложение такое, смотрите, вместо одной ванночки вот здесь поставить бойлер. Да. Конкретно предложение думающим печникам использовать вот такие ванночки а-ля Хрусталева и поставить бойлер. Они удобнее в монтаже, чем в куринце. Да, они легко, да, монтируются, 60 килограмм весят. Ну, куринка получается не стоять бойлер. Ну, вот он стоит вот так, дальше надо думать. Теперь смотрите, из бойлера все время идет пар, да, многим не нравится, надо управлять паром. Делаем так, вот бойлер, вот этот кран, пар идет либо в парную, либо в ящик металлический, в котором он конденсируется. Ящик проточный, это конденсатор просто. Он же является батареей, потому что он горячий и тепло дает в парилку, но без повышения влажности. без зонов конструктор скоропарки говорит, что это опасно для пользователя. Может быть опасно, но надо сделать безопасно. Вот такое предложение. Вот, короче говоря, то, что я вижу, на завтра надо делать. Вот, опять же, эти ванночки показаны, вот они в перевозке. Ну, вот это я показывал уже. Недавно меня один батщик пригласил в парилку, потому что жесткие условия у него. Я сделал замеры. Вот такая печь, здесь на 50 градусов, и он вот в такой позе парит человека. Во-первых, поза такая, ну, неудобная. Во-вторых, ему в спину инфракрасное излучение и Житомирский, и Бугаев говорят, очень неприятно, они сильнее нагреваются. Работает, да, или нет? Работает, работает. Да, нагревается. И тогда я порекомендовал, по-моему, не слышно, вот так слышно, я порекомендовал вот сюда поставить бойлер. стенки прислонить, он будет экраном и будет пар давать. И выглядит это так. Ну, вот тоже вот эти картинки, что огонь из трубы и нужен обязательно щиток. Правильно говорит Александр Валентинович. Значит, я предлагаю вот сюда вот такой ящик сделать и вот сюда прислонить его. Получится более. мы снимаем инфракрасное излучение и получаем пар. В третий альманах выпустило русское печное общество РПО. Там вот эти две печи. Одна, смотрите, вот эта с прямым нагревом, а эта отделен лист между каменкой и огнем. Косвенный нагрев. И вот тогда Сезор пишет, что вот здесь получаем пар безугарной копоти 200 лет назад. Так это вот 200 лет назад, да? Да, да. И меня это поразило, а статью эту Миркис опубликовал. Он собирает вот эту историю. А она, эта статья опубликована здесь, в бане и купальне 32-й год профессора Крякин. Да, а, у Гречкова? Гречкова, да, 32-й год. Да, да, да. Вот на этом объекте Миркис сложил вот эту печь, а заказчик говорит, вот я построил баню, а у него там бассейн, у него статуя стоит. А почему у меня после бани голова падает? Конкретно задал мне вопрос. Я должен отвечать. Во-первых, угар может быть, во-вторых, гипертермия, лихорадочное состояние многих. Вот я говорил, мы четверо тогда угорели, и один из них был из института физкультуры, Аратаева, никнейм, Олег Сотников. Он очень чувствителен к недостатку кислорода, и у него тоже голова болит. Видел, как на одном элитном объекте выжигает сажу, терехов. Вот он взял вот этот горелку газовую и шурует ее, и я вижу, как вот эта сажа выгорает, вот так вот бежит. Мало того, что сажа выгорает, под этой горелкой, она еще и выдувается в дымоход. То есть обязательно надо чистить в печи по-серому, когда мы дровами пользуемся. Месу говорит, надо промышленное пылесос использовать. Что такое, я не понимаю. То есть пылесосить надо печь по-серому. Ну вот я показывал баню в Дрезне закопченные эти вот закопченные мне тоже прислали электропечь. А это предыдущий можно посмотреть? Шалагин там, да, делать? Нет, вот это нет. Шалагина дальше будет. Вот это на Соколиной горе 130 градусов показывает термометр. А теперь обратите внимание вот этот гигрометр. как работает гигрометр. У многих такие гигрометры стоят. Вот он стоит, там две пружинки вот такие. Вот вы, думающие люди, творческие люди, как пружинкой можно померить влажность? И весь мир покупает вот эти гигрометры. Это похлеще пандемия коронавируса получилась. Теперь, на самом деле, гигрометр работает на волосе. И когда я в интернет шерстил, там кто-то написал, что волос должен быть тонкий, женский, рыжий волос. Они более чувствительные. И такие волосы натягивали. Но в парилке волос не сработает. Он же сгорит. Когда заменили нейлоновой нитью последние термометры. Вернее, гигрометры вот эти начали делать. На букву Ф фирма какая-то. Но гораздо проще поставить две пружинки. Я купил вот такой гигрометр. Прихожу не гигрометр, а термометр купил. На нем и гигрометр. Типа вот этого. Прихожу в парилку, захожу, смотрю, термометр, почему-то температура у него падает. Я пошел в магазин, говорю, у вас брак. Они меня взяли, поменяли. Я не выходя из магазина, там подошел, где-то нагревательный прибор был, над ним посмотрел, опять температура падает. До меня дошло, что они просто взяли термометр и перевернули его вода, пружинку перевернули и пошло в обратную сторону. Оказалось, не в этом дело. Оказалось, если мы пар не поддаем, то без поддачи пара, при том же уровне абсолютной влажности, при нагреве, у нас влажность относительно падает обратно пропорционально, по гиперболе. Чем выше нагреваем, пар не поддаем, у нас относительная влажность падает. Что такое относительная влажность? Это абсолютное делится на максимально возможное. И тогда они догадались, производители, они переворачивают термометр и для вот такой суховоздушной сауны они используют вот эти гигрометры. Вот эти. Правильно, если пар не поддаем, можно отградуировать. Но мы-то пар поддаем, а все равно пользуемся вот этим. Абсурд получается. Тогда надо использовать вот этот гигрометр. Два термометра сухой и влажный. Вот тут они обычно продают до 40 градусов, до 25 градусов. А мне надо до 100 градусов. Я покупаю свои термометры, делаю стаканчики вот эти, делаю. Вот видите черное вот это. Это после бани по-черному. Тестировал я. А сколько легких у меня попало при этом? Ну вот кстати да, вот что хочу сказать. А где Максим Бахаев? У меня личный подарок вот этот сейчас покажу копченый термометр. Вечному миру настоящий гигрометр, который не до 40 градусов, до 70 градусов. Стеклоприбор их выпускает. Редкость, хотя вещь такая простая, доступная. поздравляю. Спасибо. Сегодня в том месте. Мне очень важно, что есть сообщество, это получается не в Иркутске, в Сибири, в лице Максима понимают банные печные проблемы и двигают банное печное дело. И вот этим гигрометром мы это протестируем, по-настоящему поймем, что такое легкий пар. Поймем. Не понял. Ваш гигрометр просто сломается. Почему? Да потому что 70 градусов всего разуморка. Секундочку. Вот эти у меня до 100 градусов. Это раз. Маловато да. А во вторых там где маловато это называется уже старевар и огневеды. Это уже совсем другая тема. Согласен полностью. Вот этот вот они до 100 градусов. Вот этот высыхает дисселированный воду доливает. Надо 20 миллиграмм на литр, чтобы соль не отседала. теперь смотрите. Вот эти все приборы у меня куплены электронные приборы дорогие с разных мест с Новосибирска с Релсива и так далее выходят из строя. Вся электроника выходит из строя. А вот этот гигрометр, который я вот привез, подарил, он у меня работает. Не надо подзаряжать. Экран не надо освещать. И что самое главное, я нахожусь там проблема такая, что когда я нахожусь в парилке, я кожей своей ощущаю вот это состояние микроклима, да, и должен в это время посмотреть, а какая температура. потому что я захожу в парилку, у людей спрашиваю, как, поддать? Поддай, говорит. Раз-раз поддал я, а при этом посмотрел я, при какой температуре влажности они просят поддать. Потом минут через пять говорю, еще поддать? Ну-ну-ну, хватит, хватит, хватит. Опять смотрю, фиксирую то, что людям нравится вот так. И да, это получилось 60% влажности, 60 градусов температура, Марат Хаиров подходит ко мне и говорит, Владимир Николаевич, а это очень горячо. Но это можно зафиксировать только вот этими гигрометрами. Я это проверял, я все между собой проверяю, но я такой человек, если мне надо это обязательно перепроверить, я просто так не верю, обязательно, как Фома неверующий, палец надо туда положить. Ну и тогда я вот в этом альманахе, который показывал, у меня получилась такая классификация. Мне понравилось, как Валентиныч классификацию делает, парень. У меня такая получилась. Когда-то был костер, около костра можно помыться. Потом обложили камнями, получился очаг и теплоаккумулятор. Потом этот очаг внесли в избу, получилась баня по-черному. Потом этот очаг по-черному поместили в кирпичный кожух. Получилось печь по-серому, печь по-белому с трубой, но каменка осталась по-черному. Чувствуете разницу? И в целом получилось печь по-серому. Почему? Пчелкин объясняет. Потому что интерьер становится серым. Не черным, а серым. Ну и вот опять моя фотография в Сандунах. Святое место, где вообще публикации запрещены. Потому что когда я опубликовал фотографию на своем сайте Гарнила, мне на следующий день позвонили снять фотографию. На следующий день, как в том анекдоте, я это спрятал, но не прекратил. Это красная камня, да? Ну да. Это как бы в женской парилке, когда Леонов ремонтировал новую печь, клал мужской разряди, женскую отдали мужчинам. И ей вот эту фотографию сделал. Причем я с фотоаппаратом зашел в парилку. Вы фотографировали в парилке, фотографии делали? Вот, я делал вот эти, меня это научил Марченко. Я думаю, как можно делать фотографии? А он берет и щелкает. Ну и я стал щелкать. Два фотоаппарата в починку сдавал. Электроника не выдерживает. Короче говоря, когда я фотоаппарат поставил, на штативе надо поставить. Некоторые говорят, ты че сфотографируешь? А другой говорят, не надо, пусть он диссертацию делает. И один вызвался, чтобы позировать. Позу надо найти такой, чтобы было YouTube, чтобы не заблокировать. Ну вот начинается у меня мучительный поиск того, как схему представить, классификацию сделать. Баня по черному, печь по серому, каменка по белому и бункеры. Вернее, бойлеры. Бойлер-печь. Причем печь по серому на дровах это грязно. Житомирский вообще плюется на это все. Вот эти бывают. Видите, много? Бак, стакан, ванна, поддом, набор ванночек и так далее. Тут про это тоже Валентинович говорил. Много есть бункеров. Проблема в том, что ремонтопригодные, чтобы они были. Из вот этого остаются вот эти ванночки. Плита слабая. Вот эти бункеры большие. Демонтаж печи надо делать. Ванночки остаются. Икс-печь, про которую я говорил. Но самое главное вот это бойлер-печь. И опять Валентинович говорит, надо комбинированное делать. Отдельно. Парогенератор, чтобы с самого начала работал от кнопки. Может быть электро. И отдельно большая кирпичная печь давала ИК. Инфракрасное излучение. Ну вот опять. Да. А вон там как раз Нурдиновская печь Парогенератор, что-то печь. Ох, нет. Нет. Ох, 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 перед этим слайдом. Перед этим? Да, да, да. Нет, Вот, вот, вот здесь. Нету здесь курина. Но здесь есть другие. Вот это Аля столичные, я их называю, чтобы меня не заблокировали. Теперь вот это обращенка КДН. Вот эта печь, мини-печь, она вообще полметра на метр. Но температура 220 градусов, я пятку обняю обжег, потому что я лежал на полке вот так, и случайно прикоснулся пяткой к этому. Очень горячей. Это уже нездоровая тоже явление, да? Теперь вот Нурдинова стакан, о котором говорили, и из Руссауны Шалагин-Петров. Вот такие вот делают. И чтобы вот это или вот это демонтировать, это проблема. А ванночку можно вручную демонтировать. Ну Сауни там настоящий, там не такой цилиндр, там просто ящики закатят. Бывают ящики, но лучше делать без швов, чтобы был цилиндр. Да, 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 по-всякому делать. Но его корюжим. Теперь вот еще ставят вот сюда. Это Розеншток и Гудков. Ставят баллоны кислородные. Это Гудков, да? Да. И Розеншток сделал. Ну вот это вот Шалагин-Петров. Вот это в Сандунах Леонов и Соловьев кладут печь, про которую я упоминал. Вот это Росауна. Куценко сложил, пригласил печника, в Одессе сложил, сломал, потом поставил свою Агу печь. Почему сломал, не знаю. Вот это в Нахабино. Трубы вот так вот, стаканы, как у Нурдинова, но из нержавейки уже толстые стаканы, каждые по сто тысяч. Бункеры различные, про это тоже уже говорили. Опять классификация идет. Печь по серому, чугунная печь, стальная печь. Кстати, вот эти, видите, такие обороты идут. Типа, да, 8-цилиндровые, 6-цилиндровые. Это Ларкин придумал. Англичанин взял, приехал сюда и русские эти, русскую банюского делал, из красной поляны. Ну и бойлер печь. Вот эти все накал печи, это кирпичные, это металлические, а вот это бойлер печь. Это последняя скоропарка, да? Да, скоропарки сейчас 4 типа. Вот, как она, 7-го, 7-го года была, 17-го, 12-го, 12-го, да, 18-го, да, мы ездили под Чех, сейчас у него стоят 4 печи там, 4 бани и 4 печи стоят, демонстрационные. Все скоропарки, да? Одна, вот, мобибы, называется парабомба, там вот такие названия хорошие, потом три скоропарки стоят. Можно вопрос вам задать? Да. Подскажите, вы показали кирпич металлические, кипичные, а у вас предпочтение к кирпичным? Я про это говорил вначале, человек надо на 1 градус нагреть. Я любой печью выполню задачу. Ванна с водой. Ванну с водой. Кирпичные предпочтительно тогда, когда мы каждый день топим печь, чтобы она не остывала. Но каждый дачник у Петровича в книге написано под Ангарском, когда строили вот эту братскую, там поселок строителей был, сначала построили кирпичные печи, как все в деревне делают. А потом поняли, что топить ее 3, 4, 5, 6 часов никому не надо. Тогда металлическую печь надо делать, которая через 2 часа дает жар. у каждого печь свои задачи есть. А металлическая печь на инфракрасное излучение селения. А мы экранируем. Я взял, лег на полок и вот здесь повесил мокрую простынь. И мне достаточно. И это я делал несколько раз. У Пищулина в бане у туриста. Да, у него прям прижигает это. Я говорю, а что ты лежишь в носках? А у меня, говорит, ногти плавятся. Ну, опять схема, которую я говорю, пытаюсь кратко нарисовать это уровни экологии. Вот это ноль экологии, очаг по черному. Низкий уровень экологии. Печь по серому. Средний уровень экологии. Это с бункером печь каменька по белому и бомбер печь. Самый высокий уровень экологии чистый пар. Получается, в бане по черному, вот смотрите, в бане по черному пар не поддают. Когда я в Балагое поехал за морем, топлю-топлю печь у нас там это, у меня на сайте это есть страница. Все в дыме, он так ползает, дрова под вкладывает туда, потому что ползком по этому, по полу только, дым везде вот так вот. Я пирометра замерил, балки наверху 200 градусов. Деревянные эти балки в избе. Пар выходит через Волок. Три часа топим, а там бочка стоит. Из бочки труба в топливник. Одна труба. Одно дело вот так, две трубы делают, я понимаю, вот так. Да, да, вот примерно, я думаю, как будет. Да, да, да. Нормально справляется? Да, да, справляется, оказывается. Через некоторое время она за это начинает кашлять. Вот такой звук. Каждые 30 секунд. А ее надо вот так ставить, чтобы не кашлял. А тогда не будет конвекции. Будет, будет, будет. Короче, два года я думал, да, все это происходит. Но когда поехали на Себеж тестировать баню по-черному, там просто котел висит. Теперь, вот, когда эту печь топим три часа, я думаю, сколько топить надо ее? Выхожу на улицу, идут деревенские, я спрашиваю, вот я первый раз баню по-черному топлю, сколько мне? Топить ее, чтобы париться. Женщина вот так шаг сделала и говорит, вода в бочке закипела, заходи и мойся. И эту фразу я помню всю жизнь, то есть в баню по-черному не парятся, а моются. А пар там это не специально вот так поливать, потому что если я поливаю закопченные камни, облако парное получаю, облако сажи получаю. А пар там идет вот от этой бочки и от котла идет. Но главное горячая вода, чтобы около себя место помыть, сесть и самому помыться. вене не было. Почему? Вене, пожалуйста. Но нет такого поливать закопченые камни. А вот так жар по-разному бывает. Скажем разным бывают. В детские бани, когда на берегу Байкала делают, вот недавно приезжали здесь ледяную делали, очаг сложили, он закопченный. Прежде чем закрыть куполом, вот его нагрели, облили кипятком со всех сторон, сажа улетела, а потом... Вот якобы сажа улетела, никуда она не улетает. Часть улетела, а часть продолжает лететь. А потом надели генд, и после этого пошли париться. Ну вот, вот это решение, о котором я говорил, из Красной Поляны приехал и подглядел тот эксперимент, когда простынь повесили, поддавали и чешуйки. Время кончилось, нет? Говорят, время кончилось. Вы у нас очень редко бываете. Редко бывает, далеко не Первый раз можно сказать. После перерыва мы продолжим, и плюс еще на практическом занятии. Давайте, да. Нет, на практическом нет. Получится на пальцах болтовня. Нужны вот такие картинки. Да, давайте, продолжаем, продолжаем. Сейчас, сколько минут еще можно? Продолжайте, сколько надо. Ну, в общем, смотрите. Решение. Он мне накануне звонил опять. Поехал, подглядел этот эксперимент, нигде он не опубликован. Мне рассказал. это легло на мою вот эту подготовленную почву. Я рассказал Бессонову и стал делиться этим. Бессонов взял, позвонил Решлинину и записал этот разговор. И вы можете на Ютубе посмотреть его, набрав вот эти слова «Раскаленный, чугун в бане». Иван об этом говорил. Дальше. Про Гилева я говорил, который пары жар в Тольятти делает. Он 10 материалов исследовал, все разрушается. Вот эти фотографии, я про них тоже говорил. Все натуральные, не из интернета, а мои собственные. Ну, кроме вот эти. А вся красная была. Как, да, опять раскаленный вот этот дымоход, и я поехал наладовую, чтобы посмотреть, как щиток делают специально. Вот подключение щитка. Когда подключают к Шидовю, я говорю, а давайте сделаем оборот такой. Шидовь трескается. Вот здесь, когда бьет поток вот этот, как автоген, проводили экспериментом и в Красной Пахре на Гефесте трескается керамические дымоходы. Я бы туда еще вторичку подал, камеру дожига бы сделал, такого же объема, как топливник, а потом бы колбаком распределил. А это отдельный разговор будет. Идеальная для меня печь идеальная. Я ее назвал Z-печь. Вот так вот идет. По сути делал это большой развернутый щиток. И все. Чтобы были вот и стояло, чтобы она в центре. Когда я у Миркиса был, он меня учил. Печь должна стоять в центре. А мы ее прижимаем то к одной стене, то к двум стенам, то вообще утапливаем. Ну вот курину простительно, он утопил и стену сделал. А она вся четырьмя стенками хворилки на вот правильно. Вот она должна вот так стоять. А там есть конвективная рубашка, которая воздухообмен усиливает, то есть за счет кругового движения воздуха. Смотрите по дымоходам. Дымоходы сэндвичи были изобретены 30 лет назад для водогрейных котлов, где конденсат образуется и разъедается кирпичная кладка. Это была проблема. Сделали стальные из кислотостойкой 304-й стали. А сегодня эти сэндвичи ставят на банной печи, вот в этот диапазон. А МЧС запрещает выше 400 градусов стальные дымоходы, потому что горят они. А когда мы вот этот первый метр от металлической печи обкладываем камнями, то еще больше они горят. Это как одеяло. На начальном этапе камни снимают тепло, а потом они изолируют и не дают отдачи тепла. То есть сэндвичи ни в коем случае нельзя применять. Но опять классификация. Был очаг, обложили его камнями, потом бункеры стали делать и бойлер. Чтобы доходчиво вот так на одной картинке четыре уровня экологии. опять классификация идет баня по черному, печь по серому. Видите, как бункеры прогорают это все. Повторы идут, но вот этот прислан, от Шалагина я получил. говорят, чекун разрушается, дембол, вот он разрушится, а мы хромистый поставим чекун. вот он хромистый чекун, Шалагин говорит с гордостью, форму не теряет, никаких трещин, но уменьшается весе. Пылит и Колчин категорически против хромистого чекуна. Это еще хуже хромистая пыль в легких. Макаровские печи, которые с Англии привозили, там тонна 600 чугуна. Пять лет проработала в Москве, это у меня у товарища сын администратором в этой бане в Макаровской. 900 килограмм осталось чугуна, тонна 600. Вот хорошее замечание. 500 килограмм улетела. 500 килограмм улетела. Когда-то стали делать чугунные печи, назвали их буржуйками впоследствии, а сначала ставили в купеческих гостиницах, только они могли себе позволить печи отопительные. Но через некоторое время, 1800-е годы, заметили, что от них голова болит. И тогда появилось несколько диссертаций, в том числе лавровский, 1860-е год, в которых сказали, что чугунные металлические печи только в технических помещениях. Спальни нельзя делать. Пригорает пыль, угарный газ возникает. А если их эмулировать, покрыть эмалью или керамикой, тогда можно. Почему? Потому что чугунные пыли, керамика закрывают? Так нет. Пыли, пыль, которая вот так конвективно проходит, и в этой пыли бытовая пыль пригорает. По правилам СНИПа, наши чугунные батареи вот эти, сначала были когда-то 100 градусов в домах. Сейчас опустили, да, паровые. Сейчас опустили до 50 градусов, чтобы не пригорала бытовая пыль. И вот то же самое в бане это многократно важнее, потому что нагретый организм, у него усиливается обмен веществ, ему надо больше кислорода, а мы меньше кислорода и угарный газ даем. Вот как устроена скоропарка. Может быть, я на этом закончу, на следующий час мы продолжим с этого места. Скоропарка как устроена. бак с водой обнимает трубу и более того, в трубе проходит перегреватель, трубка перегрева пара. И вот здесь мы имеем 400 градусов. И снизу подогревается этот бак с водой. И вот в этой паре, где это стояло в печь, я ночевал в 4 дня. Отлично работает. Кроме того, что не регулируется пар. Но тогда Константин Евгеньевич говорит, а мы будем вот эту дверку приоткрывать поддувало и закрывать. Пламя уменьшается, увеличивается и пар уменьшается количество и увеличивается. Но многих это не устраивает. И я говорил про кран. Либо в парилку даем, либо в конденсатор. И это Куценко сделал, я в Пец ездил, тестировал и все нормально работает. Давайте прервем здесь. Тут акцент я сделал именно на горении, что это организованное верхнее горение кверх ногам. Ну потому что вверху-то там нету воздуха, что там не горит, а куда горит. Ну там вот сделано. Подбывал, первое среди воздухоотлаживаем и через подальше водичек будет на троице. вот мы остановились на этом слайде. Пошли дальше. вот покажена вот эта вот шведка. Отличная печь, бытовая печь. Там нет таких до 700 градусов количества и так далее. То есть кирпичная печь, голландка, шведка, они отлично в России себя зарекомендовали. Но опять повторение идет. И тут как из очага мы обложили его. И вот здесь слова такие мне понравились около такой картинки. Как долго я тебя ждала. То есть взяли очаг, обложили кирпичом, все это ждали, чтобы печь по-белому вобрала в себя каменка по-черному и стала печь по-серому. Но на самом деле как бы это тупик. Теперь бренд легкий пар. Дизайнер Разоренов ввел термин мелкодисперсный пар. Авианженер Копаев обязательно пар с хлопком должен быть. А вы как считаете? Я беру гигрометр вот этот и термометр. Смотрю 60 на 60. Я могу первый пар я получаю просто обливая стены. Ну холодно. Холоднее, чем когда. Второе. Когда стены насытились, я поливаю то, что на дымоходе камни. И мне 700 градусов совершенно не нужно. пар испаряется. Я дальше покажу Денис Вахов, как делает. Он просто распылитель ставит в парилке. Вы смотрите, чайник. У меня картинки нет, а надо картинку показывать. Чайник, когда из носика пьет пар, первые сантиметры два-три прозрачные. Потом появляется туман, а потом снова прозрачные. То есть вот этот пар, перегретый пар прозрачный, потом превращается в туман, если вокруг обстановка холодная, а потом снова испаряется. И у Вахова называется прохладный пар. Он испаряет вот этот прохладный пар, который от обстановки парной сам дальше испаряется и превращается в так называемый легкий пар. Вот и вся сказка про легкий пар. И это у Хошева написано, но тем не менее Хошев вместе с Рамуносом написали роман о легком паре. И у меня на сайте нагарнила он есть из уважения к Хошеву. про легкий парных теорий и памят в климате написано. Когда мы называем духом и у нас ощущение духа трист, но это называется паром занятий. Теперь, что такое духота? Хошев Юрий Михайлович, доктор физмат наук, тоже говорит про духоту. Кто объяснит, что такое духота? Кислорода мало. А? Кислорода мало. Кислорода мало, гипоксия. А что такое духота? Вот что такое ощущение? Ощущение где-то такого. Я так понимаю. Ощущение гипоксии называется духотой. А при чем здесь тогда пар? Да, мало кислорода. Вот и вся сказка про духоту. На мой сказал. Гипоксия, так и назовите, удушение, легкое. Один знаменитый ролик я видел зажимает сонные артерии. Мозг перестает получать кровь, кислород и отключается. Причем он это в ролике прям показывает. Он сидит, около него ассистент, он себе зажимает артерии, через 30 секунд он отключается или там 3 минуты, я не знаю. И потом, когда отключается, обязательно разжать надо эти руки. Она, наверное, падает или ассистент снимает руку и он приходит в себя там через минуту. Якобы это полезное упражнение и в Англии якобы есть клуб таких, которые этим занимаются. Шарфом себя удушивают и потом отпускают. и говорит при этом «Еду в автомобиле, спать хочется, а надо ехать». Когда я останавливаюсь, придушиваю себя вот так вот и минут через 5 якобы он дальше может ехать. Дальше я в интернете смотрю, пацаны насмотрели с этого ролика, придушивают себя и потом не приходят в себя. Погибают. Нельзя такое демонстрировать в интернете. То есть вот это легкое удушение и так далее, и так далее, мы получаем тоже в парну. Я как бы потерял уважение к тому, кто демонстрировал вот эту вещь. А я с ним встречался. ну вот смотрите, печь по-серому, да, вот а-ля столичная. Это камень открытая или закрытая? Там две каменьки, одна закрытая, другая закрытая. Которая дверку открывает. Это закрытая. Закрытая. Но фильтрационная, то есть по-черному. Да, камень внутри по-черному, дверка закрытая, и говорят камень-то закрытая. Но она закрытая до тех пор, пока дверка закрыта. А как только открыли, а я наблюдал такое. На одном объекте, на Бестовском водохранилище, печник один, знаменитый. Мне этот объект передал Леонов, который оказался от него. Леонов, который, ну вот, я фотографии показывал, в Сандунах строил печь. Тогда я предложил Ермолаеву. Ермолаев приходит, мы с ним смотрим, там бункер прогорел, который делали на ракетном заводе. То есть ящик, он взял и прогорел. Хозяин хочет опять ящик поставить. Ермолаев отказывается, потому что знает, что прогорел и так далее. я нашел печника, который уговорил заказчика сделать печь по-серому, но если не понравится, он переделает с бункера. Построил он печь по-серому. День испытаний. Я приехал, он приехал, затопили печь, и потом вдруг, раз он оторвался, недалеко, вдруг, день рождения у него. Сам уехал, а я печь топлю. Топлю 3-4 часа температура 40 градусов портун. Я ему звоню, говорю, температуры не хватает. Он приезжает, это через 5 часов, а через 2 часа приезжает, должен приехать заказчик. Он приезжает, парилка не нагрета. Он берет и дверку открывает. Оттуда дым идет. Дым начинает по-черному прогревать парилку. То есть это печь по-серому до тех пор, пока дверка закрыта, а открытая дверка превращается по-черному, в баню по-черному. Нагрел парилку, приехал заказчик в 7 вечера, целый день я ею колупался. Я любитель бани, а колупаюсь с печью. Все хорошо, расплатился заказчик. Через неделю скандал. Потому что когда они это стали делать по-своему, то же самое не прогрели парилку. Скандал и пришлось сделать, как было это по-старому. Правильно, закладку сделали, надо дать тепло пройти сквозь кирпичи. Потом снова закладку сделать. Некоторые топят так. Первую закладку, вторую, третью, три часа топят, внутри раскаляется все, три часа дают настаивать. У пищников есть такое понятие три тройки. Три часа топим, три часа настаиваем, три часа паримся. Вернее, три дня паримся, три дня паримся. Но дачнику надо. Из интернета опять на форму. Ему за 40 минут надо нагреть парилку, побариться час и уйти. Он уехал. В пятницу в 7 часов приехал, затопил в бане. 5 часов протопил, вынесли из-под стола. Да, да, так мы и делали. В бане так и не сгодил. В Кокличи сверху приехали, это с ночи вечером протопили 2 часа, утром приходим еще 2 часа плюс 2 часа. Настояли 2 часа, 6 часов прошло и плюс 2 часа и паримся якобы. Но многих это не устраивает. Ну вот опять вот эти 2 печи, которые Сюзор упоминает с подачи Миркиса с подборки. Здесь вот лист металла, а здесь фильтрация через заряд. в 3-х копеечных это дальше покажу. Вот я в позе, когда тестирую печь по серому, пирометр, гигрометр и так далее. Ну в руках другое должно быть. А? Другое должно быть в руках. Ну да. Короче, печь с бункерами и скоропарка. Принцип какой? Бойлер и пир. Пар выходит 100 градусный, проходит через огонь по трубке и 400 градусов. Вот принцип бойлера. Но упоминал я, что Гудимов у себя в ванне нагревается. Хотя он построил Бочаров-ручей под Сочи. Он строил там ваню. Усадьба ванны строил. То есть печь такой со стажем понимающий. И вот это понимание его привело к тому, что этот вариант наилучший. Японская японская баня. Да. Японцы погружаются в воду до 45 градусов. И живут дольше нас на 15 лет. Вот она японская. Мне подарили в баню в мешке вот этот. Вот я сижу нагреваюсь. Принцип такой же. И там говорят реклама говорит вы можете в мешке нагреваться и смотреть телевизор сколько угодно. Я беру в мешок сажусь. Термометр у меня вот здесь у груди. Смотрю термометр 40 градусов у меня внутри мешка. Вот этот парогенератор вот здесь вот сбоку. и я думаю я могу целый день сидеть. 18 минут я отсидел и захотелось выйти. Я тепло люблю. Я сам из Намангана Ферганская долина захотелось. Я думаю я слабак такой. Сажаю других людей 20-22 минуты больше не охота сидеть. Просто скучно стоят. Физиологии скучно становятся. Ну вот Маркин Печнин на одном из этих обсуждений в Фейсбуке говорит а зачем вообще пармуж? Жан Корыныч Васюхин из Омска подтвердил мысль что чугун пылит и только в закладке использует нержавейку. Чугун что делает? Вот смотрите число циклов нагрева нагреваем чугун остывает нагреваем остывает оказывается его размеры толщина стенки назад не возвращается а все время он набухает и моя теория такая вот когда он набухает появляется там микротрещины эти микротрещины когда мы поливаем водой там накипя образуется и вот это накипь потом еще больше начинает расталкивать и таким образом вот те чушки которые я фотографировал они разрушаются а там еще может быть перепристаллизация идет когда мы поливаем и это само собой края начинают кристаллы чугуна и начинает кристаллизационное пространство связываться водой и она его расталкивает да вот опять возвращаемся к крему альманах а у вас есть в Иркутске альманах номер 3 нет у кого-то есть у избранных вот там да моя статья есть вот это про 4 уровня экологии в парной теперь смотрите вот это видите вот эти пар распыляется в парной и испаряется это ВВД делает об этом Александр Валентинович говорил вот они как устроены во-первых красиво в лучах лазера там переливается а во-вторых классно испаряется лично экологично да чистый пар дышится легко называется прохладный пар тепломассообмен да человека который на 60% из воды состоит с окружающей средой без сопротивления идет да без стыков без стресса на кожу короче дальше смотрите вот эти все фамилии которые здесь перечислены это их цитаты это то о чем я рассказываю по сути дела все здесь вот они идут вот статья Сюзора вот обратите внимание он начинает в 3 копеечных 8 копеечных общих банях в 15 копеечных и наконец в 30 копеечной бане получает пар без угара и копоть 200 лет назад это уже фиксировалось людьми а мы продолжаем возвращаться к этому опять классификацию я пытаюсь нарисовать классификация идет есть большие кирпичные печи есть чугунные печи есть металлические вот такие с разными оборотами и вот бойлер и вот бойлер печь заряд есть разный прямоточка или с оборотами и вот аквапечь каменьки разные в бункере в огне и так далее то есть всю эту классификацию я многократно сам себе внутри если я вижу какую печь я сразу понимаю что она такое вот сюда ее вставить еще больше слов написал вот она скоропарка пока это на сегодня идеал для меня но она испаряет 8 литров в час нет 6 литров в час испаряет и и для небольших парделок теперь спрашивается у Кутузова сколько литров в час испаряется 4 4 меньше чем скоропарка еще поговорим на эту тему я поэтому и сказал что поговорим потому что Нецов говорит у меня 100 литров в час испаряется а надо ли вот это вот во-первых надо ли это да потому что он прогревал у себя парилку до 200 градусов а зачем много вопросов он там яичницу готовит теперь вот фотографии мои личные вот это в Сандунах вот это в Махачкаре тоже Сандуны и в Ржетских банях сделайте столько фотографий ну и в противовес вот этому всему да традиции вот это пары струб Голчин возмутился я 20 лет вас учу что такое русская баня а Ляхов опять тянет к парой трубы вот именно а он то сейчас ему и нужен парой струбы да вот сейчас теперь вот и Львов который парогенератор в этом году сделал предлагал описывал но это не значит что он первый до этого уже было и он просто это опубликовал а вот что получается в накал этих пыль грязь опять начинается классификация какие парилки бывают для себя есть семейные парилки есть клубные есть большие общественные опять я говорю про общественные огромная парилка раскалена утром народу нету где рентабельность надо делать небольшие до 40 кубов причем я это увидел в этом в рекомендациях Минздрава Чехии там рекомендуют до 40 кубов парилочка и она оптимальна по всем параметрах в Курске сделали 5 парилок с утра одну я уже говорил с утра одну затапливают в часы пик все 5 начинают работать вот это по мне максимальный КПД когда большой объем парилки там происходит дифференциация воздуха парильного по температурам то есть по высоте смотрите что было в большой парилке я в Екатеринбург специально поехал потому что те стали жаловаться что к вечеру пары не хватает то же самое было на Красной Пресне в Москве я поехал повесил термометры с утра до вечера я сидел в парилке ну входил выходил входил выходил с утра никого нету у меня 90 градусов в обед там еще куда не шло на теле в печи 200 градусов я померил пирометр снаружи так нельзя так нельзя но 200 кубов парилка вот такой монстр печь строили чтобы человека на 1 градус набреть где логика теперь в 7 часов вечера набило 45 человек я смотрю термометр вместо 90 градусов показывает 65 70 то есть температура упала на 20 25 градусов начался тепломасса объем с людьми вошли 45 человек умножаем на 70 это 3,5 тонны мяса конечно воздух охладился и пар на них сел и они стали говорить печь плохая у вас в это время наши банщики вот я когда обсуждал с ними они говорят банщик должен дежурить в это время и подавать непрерывно пар тогда за счет пара за счет конденсации мы компенсируем вот эту массу а если сделать парюшку на 5 человек то управлять климатом в ней значительно легче вот правильно говорит в очередной раз правильно говорит ну вот скоропарки все скоропарки которые с какого года 12 скоропарка 12 в разном исполнении 17 года и 19 года сейчас говорят еще какая-то на подходе и с Валентиновичем и с Максимом ездили тестировать вот эту 17 вот эту 17 скоропарку тестируют под город Чехов сейчас там стоят уже 4 печи это скоропарка это скоропарка потом пара бомба вот мобива стоит еще какая-то не в одной бане стоят а 4 бани стоят 2 в палатке 2 деревянные вот это кто-нибудь знает встреча двух конструкторов опять моя фото я сделал на Селигере какой год короче Куценко он вот эту печь изобрел Бессонов который скоропарки сделал вот вот они два великих конструктора это авиационные конструкторы а этот вот скоропарки это Богаченко стоит кандидат технических наук смотрит слушает вот сидит этот Куценко Василий вот он пар из шланга у него вот это аквапич профи бак с водой по сути дела а на боковой поверхности я намерил 170 градусов вот именно ничего себе а я спрашиваю у него как у тебя 170 градусов а он говорит а внутри у меня 7 атмосфер они рванят об этом весь интернет спрашивает что больше двух атмосфер в бытовых условиях надо получать разрешение котло-надзора поэтому эту аквапрофи демонтировали увезли в этот подногинск поставили ее и там перемонтировали чтобы сбросить давление потому что это нельзя в бытовых условиях а дальше он стал выпускать аквалайт аквас еще какие-то и так далее и так далее и я в Пензу поехал с Красной Поляной как раз она демонстрировалась я вместе с ним на машине с этим Евгений М поехал в Пензу и там тестировал ее классная печь и вот здесь как раз таки вот этот кран либо пар идет в парилку либо пар идет грубо говоря в ведро опустил и пусть она там барботирует пар тепло остается а парилка не увлажняется дам я тебе всю презентацию дам в обмен на твою презентацию опять вот здесь плюсы-минусы металлических печей боберов и так далее все по миллиметрам расписывают сейчас не буду говорить это в рабочем порядке теперь смотрите когда-то ездили на телегах полуторка появилась я поехал на тандеме люди на скутерах поехали и моноколесо сделали за какие-то сто лет а мы до сих пор бар получаем с этих камней коленок ну где логика традиция молитесь на эти накал камня дайте мне современное чистое оборудование вани маслова ну теперь вся история вот этих дел да все фамилии вот здесь перечислены ключевые по годам по фамилиям вот этих получения пара различного анализ полный сделан опять разрушенные камни экология никакой опять скоробарка все спасибо за внимание